Виктор, здравствуйте! Я с вами согласен, что религия – востребованный продукт для достаточно больших масс населения. Но, как по мне, у людей претензии не столько к религии, сколько к представителям религии и тому вреду, что они говорят. Элементарный пример – ваш ролик про Бога, ваша интерпретация библейских текстов – логичная и понятная, а батюшки, по сути являются некомпетентным вопросом религии. Ну, чего вы доколупались до батюшек, а? Поэтому мой мозг противится этой информации ровно так же, как и бреду физики. Для меня некомпетентный бред, что в религии, что в физике равнозначен. До ваших роликов по физике я точно так же сторонился этого предмета, как и религия. И вот в вопросе физики вы с помощью логики последовательно наводите порядок и на это приятно смотреть. А в вопросе религии вы озвучиваете вывод. Вверху айсберга своих рассуждений, которые людям не понятны, потому что у них есть свой жизненный опыт, который не может принять ваши выводы, потому что никто религию так не дискредитировал, как ее представители. И потому люди слушают ваши выводы. Религия – это хорошо оглядывается на свои воспоминания о том, как батюшки бредят и хотят вас больше слушать. Чтоб людям объяснить, что религия – это хорошо нужен такой же человек, как вы, только который будет вопрос религии логичнее и последовательно разъяснять. Чем дура физики отличается от дуры в религии? Наша проблема в том, что планету захватили дуры. И вот в вопросах физики вы несете свет знаний, а в вопросе религии нет. Ребята, вот до топора можно доколупаться. Вот берем топор и можно порезать палец – это плохо. Можно отрубить вообще ногти себе, по локоть – это очень плохо. Но с топором можно и дом построить. Много что можно делать с топором. Вы своим неподготовленным мышлением нападаете на то, цельность чего и полезность чего вы не смогли осознать. Вот вы не можете осознать полезность топора и на него кидаетесь. Зачем? Вот не больше, не меньше. Вот почему вы кидаетесь, да? Есть люди, которым это важно – религия, да? Которым приносит она пользу. Вам дает взаимоотношение этих людей и религии какое дело? Чего вы кидаетесь, что вы бегаете за религией? Что у вас за надобность такая кидаться на религию? Вот одержимость. Объясняется элементарно – это пропаганда. Вы подвержены пропаганде человек. Вот что вам вклеили в мозг, то вы несете. И сказано, что те же США финансируют такими-то цифрами развитие атеизма на территории определенных государств, в том числе России. Вот деньги платят за то, чтобы люди в нашей стране отвернулись от религии. У себя в государстве они религию поддерживают. То есть вы подвержены зомбированию, вам сказали из-за рубежа кидаться на религию – вы кидаетесь. Зачем? Почему вы не кидаетесь на ртутные градусники? Бегаете по городу, орите про ртутные градусники. Чего вы не носитесь-то про градусники? Потому что вам не проплатили про градусники. С грязью начните бороться. Грязь вообще плохая вещь. Надо вообще победить эту грязь. Почему вы не носитесь? Вы носитесь против религии. Потому что вас так зомбировали. Воскресайте как-нибудь. О, дебат. Виктор, почитайте, как религия влияет на качество жизни. И тут же ответ антинацист. Зачем читать? Давай в примерах. Вот США и Саудовская Аравия. О, два примера. Саудовская Аравия. Религия на первых позициях. Продвигается всевозможное. В США религия на первых позициях. Продвигается. Включена. Везде написано. И есть страны, где плюют на религию, где заставляют отказаться от религии. Как она влияет на качество жизни? Там, где есть религия, там повышается качество жизни. Это объективно. User DR6. Только вот казаки не являлись движущей силой России никогда. Здесь вы перегибаете. Что происходит? Во-первых, я говорю некоторые вещи, использую некоторые слова. Я говорил, что на православии и на казачестве держалась Россия. Движущая сила – это другие термины. И вот если продолжать этот вопрос, если казаки не являлись движущей силой России никогда, кто у нас является движущей силой или не являются движущей силой? Вот возьмем Африку, речку и бегемотов. Вот бегемот является движущей силой. Вот там, где есть бегемоты, там уже все остальные живут по принципу, как разрешает бегемот. Там крокодильчик такой уже гадает, открыть ему пасть на маленького бегемотика или нет. Потому что рядом большой бегемотик, который выровняет любого крокодила в этой деревне. То же самое с казачеством. Там, где есть казачество, вообще никаких вопросов не было. Вот по России есть казаки – нет вопросов. Все урегулировано. Есть одна сила – это казачество. И все остальное само собой упразднилось, уменьшилось, перешло в спокойный православный ритм. Там, где есть казаки. Вы говорите, не являются. Наши казаки стабильно держали всю Россию, все периферийные области, Дальний Восток, везде были наши казаки. Везде они создавали спокойствие, государственное спокойствие. Если вы думаете, что какое-то там отдельное казачество там завелось, было неприбитое государство казачество. В смутные времена, когда начали вот эту вот польскую католическую тему разыгрывать, там действительно был период смутного такого казаческого времени. Там была Переяславская рада, где решили, да, что пошли всем казачеством, по царям батюшку, все. И надо поддерживать и выполнять решение этой Переяславской рады. Казаки должны идти. Часть казаков ушла безвозвратно. Вот часть польского населения – это в прошлом наши казаки. Вот они пошли в Польшу, польским королям на службу. В результате что стало с казачеством? Ничего. Оно уничтожено, оно ассимилировалось, никакой культурной идентичности не осталось. Вот значительная часть польского населения – это ассимилированные казаки. Польша со своим католическим вектором полностью любую культурную идентичность любого народа уничтожает. Они делают муноэтническое государство, там все становятся поляками. Все становятся католиками, все становятся поляками. То есть нашими врагами потенциальными. Католики – это наши враги, которые разрушают нашу государственность. А казаки в нашей стране, на России матушки всегда, защищали нашу государственность. Они и сейчас, вот вы боевые действия посмотрите, что там делают казаки, как воюют казаки. Это кость стоят. В прошлую войну у нас казаки-герои вот просто пробежатся по… Вася Огурцов, да? Его нельзя в учебниках было в Советском Союзе оговаривать, упоминать и так далее. Это герой Советского Союза. Вот три казачка – Вася Огурцов и два его мальчиша-казачка. Колонну 30 машин расхренакали, там сколько-то танков, полностью с лишним составом. Три казачка просто на коняшках скакали и расхренакали полностью колонну. У них нечем было толком воевать. Так Вася Огурцов, кончились патроны, он хренакал, прикладом разбил ППШ свой, загрыз там немецкого офицера, глотку ему перегрыз, поэтому его и, собственно, нельзя было. Это воины, это природные воины, которые нашу Родину-Матушку защищали и будут защищать. А вас заставляют кидаться на казачество. Это наши герои, это природные ребята. На чем держится наша Россия? Не являлись движущей силой России. Всегда Россия стояла на казачестве и на православии. Православие казаки поддерживали всегда. Среди казаков были разные вероисповедания, но православие была основная тема, она поддерживалась. И за счет этого Россия-Матушка и держалась, и держится, и дай Бог будет держаться. Так что лучше изучите сначала вопрос, потом занимайтесь этим. Машик Фрим. Я не понимаю, почему атеистов так корежат от любой религии, не важно какой, в России их несколько. Но не веришь, так не верь. Зачем ты бегаешь с плакатом, агрессивно ввязываешься в разговоры? Верующие не бегают за эволюционистами, плоскоземцы за шароземельцами. Только человек, вступивший ногой в науку, считает себя на рубль дороже. Кто двумя ногами в науке ввяз, те попроще, те уже видят свою суть, своего положения. Не такие агрессивные, ибо знают свои слабые места. А вот недоучка, можно создавать лекторию, научную инквизицию, и высмеивать там каких-то людей. Напоминает недодавленный совок, а не реальную деятельность. Ну, действительно, если платят деньги за атеизм, если есть американские бюджеты, миллионами долларов, за атеизм, за распространение атеизма в третьих сортных странах, ну, естественно, вот эти бытланы и носятся. Кто их просит? Никто. Они носят зла. Некоторые за деньги, некоторые просто стадо рядом потоптаться, побегать с транспарантом. Дебилы носятся рядом. Все. Агрессия без причины, признак дурачины. Один очень хороший человек мне рассказывал в своем детстве. Детство пришлось на военные годы, послевоенные. Это вот как раз после богоборчества, когда наши храмы были разрушены, что-то было там, конюшни, что-то было просто складом. Они вот забирались в эти пустые храмы, некоторые пустые стояли, и пели в этих храмах, там акустика, блин, 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 полблина, 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 четверть блина, четверть блина, и такая акустика, ребятишки в храмах. Это вот примеры богоборчества, что делали со стороны. Вы представляете, люди этой страны построили себе храмы. Храм Христа Спасителя какой в Москве была. Потом пришли вот эти вот пробританские мрази, пороняли храмы, повзрывали, поубивали людей. Пришли какие-то бараны и решили, этот должен умереть. Этот два раза умереть. Со всей семьей, с родом сказательским, со своим умереть. Они вот это вот нам устраивали на этой стране. Борьба с религией, она и превращается в это. Что творится сейчас на Украине? Борьба с религией, с православной верой борьба. Католический гной заносит. Вот когда говорят люди, что религии порождают войны, не религии, а религия. Католичество порождает войны. Вот все зло религиозных войн на нашей планете было от католичества. Все вот эти вот шевележи происходили от католичества. И сейчас происходит это же дело. Благодаря Виктору я понял, что пространство не продырявить, а геометрию не изогнуть, как Лобачевские. Логика только одна. Думаю, что Библию переводили с одного языка на другой, наделали ошибок, а может специально. Бог создал мужчину и женщину по своему образу, а потом написано, что создал Адама и жену ему сделал из его же ребра. Наверное, первая пара наплодила людей, которые могут сосредоточиться, а бравзу своим ребром наплодил тех, кто рвет и гнет пространство. Ну, что сказать. Концепция озвучена. Просто зачитал, не комментирую. Не причастен. Это просто взгляд одного человека. М. Макей. Витя, хотел спросить тебя, ты по праздникам только выпиваешь, или тебе не нужен праздник к настоящему дворянину? А тебе, Толстой, не нравится только своими вегетарианскими взглядами? Так, Витек, давай как-то хотел с Аватеевым поговорить. Так я подъеду. Бедолага. Достаточно очевидно и логично. Справочно. По алкоголю мне повезло. У меня вообще нет никакой алкогольной зависимости. И с самого детства, юности и легких возрастов я выступаю самым трезвым человеком в любой компании. Вот я вот это вот все, весь этот праздник потом успокаиваю, разношу, расталкиваю и отправляю домой. Это вот так по жизни. Так что вот эти шуточки, они вам, может, как-то радость доставляют. Вот. Ну, к реальности отношения не имеют. Толстой не нравится только своими вегетарианскими взглядами. Толстой. Ну, вот вся либеростня, которая кидается на нашу государственность. Вот представьте, мы живем в мире только потому, что у нас есть государство. Вот государство дает нам возможность самим себя не убивать и не решать проблемы на уровне местной агрессии. Если бы мы беззаконно выясняли отношения на дубинах, на ножах, в стволах, во дворах, делили территорию, мы бы превратились просто в дикие племена. Нам государство позволяет жить в традиции, чтобы наши дети спокойно ходили, учились, рабочие спокойно работали, торговля производилась и так далее, чтобы никто никого не грабил средь бела дня. И это дает нам государство. Также государство нас защищает от всего остального мира. Весь остальной мир – это не розовые зайчики, которые скачут по лужайкам, это реально агрессивное сообщество, которые в том числе хотят обрушить нашу страну, что они делали уже неоднократно, и лишить ее материальных ценностей и территорий. Так вот, люди внутри государства делятся на две категории. Одна – поддерживает свое собственное государство, желает ему прогресса, развития, усиления. Всего хорошего, скажем так, желает. И есть вторая группа истеричных, расчувствующих себя идиотов, которые кидаются на государство, даже не по ломуслову, а просто ради того, чтобы подшванливиться. Так вот, Толстой – это вот такая вот чудовище, которая кидалась на нашу страну, на нашу власть, на нормальных людей, потому что, ну, бутлота такая, которую британцы увидели и начали воспевать. Все. Нехороший человек. Я пример приводил, да, когда он во время войны писал вот эти гнойные тексты и говорил, что его пристрелили бы в любой канаве за эту мразь, которую он из себя извергал. Плохие люди. Да, у нас было принято во время советского гнойного периода восхвалять всяких таких поросят, типа Толстой, типа Шаляпин. Те, кто поливал гноем свою страну, вот их восхваляли, их таскали. Либерастов не уважаю вообще никаких. Вот либераст, в моем понимании, плохой, несмышленый человек. Это вредитель, нервный вредитель. Вот в любом сообществе, да, любой коллективный труд, там деятельность какая-то. Есть люди, которые занимаются молча, да, берут и делают какую-то работу на благо общества, на благо группы людей. А есть, которые выясняют отношения верящей, а дергаются. Вот это крайняя форма либерастей в основном. Вот они дергаются. Всем недовольны, языком болтают, нихрена не делают. Пользы в обществе таких людей практически нет. Ну что? Ну что? Сейчас вам что-нибудь поставлю быстренько. Теория множества от Катющика. Ну вот бесплатно. Для Дмитрия, сегодня он дох*** наказал, пусть бесплатно Катющика сидит. Даже если у него реально достойная и крутая теория, заявлять обратного я не буду, соответственно. С какой-то стороны, знаете, я могу понять Катющика. Катющик летит сквозь космос, уже давно не пьющий инженер. Он принимает множество мер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»